добрый вечер друзья вопросик здравствуйте михаил приехать в сша моя давнишняя мечта переехать в молодые годы мои родители были против переезда и к сожалению мне тогда не удалось их переубедить но не переживайте кроме желания переехать надо еще иметь основания поэтому так может быть она все равно не получил правда позже они очень сожалели об этом новые обстоятельства были уже не те а значит были обстоятельства ладно с тех пор много воды утекло но желание у меня осталось вот это важно и даже наоборот я все более убеждаюсь в том что это необходимо сделать хотя я уже взрослый человек и будет буду это делать во имя своих детей мы сейчас живем в одной из небольших стран снг где не все так благополучно я не вижу здесь никаких перспектив для своей семьи и полна решимости это сделать то есть готовлю себя к иммиграции хорошо по этой же причине я много читаю и слушаю видео об этом меня много интересует хорошо вот с некоторых пор и вас для себя обнаружила это вообще гениально это такая находка для меня вы не представляете просто кладезь информации а чё я представляю теперь я ваша постоянная слушательница чему несказанно рада спасибо вам за это я уверен что ваша деятельность очень многим людям помогает в их поисках и михаил хотел спросить вот о чем вот мы к вопросу подходит есть ли какие-то другие способы получения грин карта в кавычках о которых не говорят и не пишут открыто такие тексты часто встречаются в интернете слышала даже о том что грин карту можно купить и что выигрыш в кавычках могут устроить родственники из сша меня интересует действительно ли есть что-то такое о чем не говорят и не пишут открыто о как вопрос-то ставится ну давайте поговорим хорош тема правда ну что же значит давайте мы зададимся вопросом сначала а почему не пишут открыто вот если есть какой-то процесс который легальный который честный который ну как бы а чё вот мы можно да почему же о нем не писать открыто о нем пишут о нем кричат адвокаты говорят приходите к нам мы вам сделаем вот это или вот это или вот это или вот это или вот то поэтому если какая-то вещь существует но они не говорят открыто это значит что это такая вещь за которую можно по шапке получить это не значит что люди не делают ничего такого за что можно по шапке получить они делают но но они не болтают об этом я вам даже скажу, что если вы обратитесь к людям, которые, например, получали политическое убежище, и вы скажете, а расскажи мне подробненько свою историю, они вам не станут рассказывать. Это даже не важно, насколько там правда или неправда, или чего-то, а просто не станут. И все. И все люди, которые вам говорят, что что-нибудь про те истории, которые там политическое убежище и так далее, это люди, которые просто болтают. Что-то он такое там слышал где-то, но он не знает сам, он не проходил процесс. Те, кто проходил, молчат. Вы можете посмотреть какие-то истории на веб-сайтах, которые этому посвящены. Есть, например, книжка Алексея Чилищева, он мне когда-то присылал посмотреть, и там несколько было историй, там, по-моему, три. Ну, как-то они так подробно расписаны. Для примера. Для примера. Поэтому, что бывает, да? Значит, то, что бывает не совсем, как бы, легитимно, делится на две категории. Открытое мошенничество и не открытое, но мошенничество. Например, если у вас есть знакомый гражданин США, который вам посочувствовал как-то, да? Ну, или говорит, ну, в конце концов, ну, что там, давай сделаем с тобой брак, там, получишь гражданство и всех делов. И он может с вас взять за это каких-то денег, а может не взять. Например. И это между вами и им, понимаете? В этом есть некоторая тонкость. Ему не хочется говорить, что он, ну, что он это делал, да? Потому что его за это наказывают тоже. И вам не хочется говорить, потому что вас тоже наказывают. Как бы вы в сговоре, его бы заинтересованы. Если появляется третий, если появляется некий специалист, и он говорит, я дам тебе человека, с которым ты вступишь в брак, получишь грин-карту, и это будет стоить тебе вот столько-то, тогда уже появляется чудовищная опасность. Колоссальная. Я знаю, ну, достаточно много случаев с очень несимпатичным исходом в такой ситуации. Потому что, например, когда за ним придут, за этим человеком, то придут не только за ним, а придут сразу за всей пачкой его клиентуры. И там потянется, и есть люди, которые уже 10 лет граждане, их лишают гражданства и депортируют за эти дела. То есть вы не представляете, что там начинает. Поэтому это нарушение, безусловно. Но одно дело, когда вы вот кого-то знаете, а другое дело, когда вы обращаетесь к тому-то, кто оказывает такие услуги, и это очень опасно. Опасно в том, что, во-первых, вы не дойдете до конца, и опасно, во-вторых, тем, что, когда цепочка потянется, то и вас она выкинет наружу. В следующий момент, допустим, вы приходите и говорите, Миша, у меня есть деньги. Вот ко мне пришли, и говорите, Миша, у меня есть деньги. Давай сделаем так. Ты мне делаешь рабочую визу, я сам себе плачу зарплату. Все официально, все чисто там. Ну, комар нос не подточит. Никто же не знает, что я реально не работаю. Вот, ну, мы там делаем зарплату, там делаем грин-карту, сколько это будет стоить, сколько будет стоить, и я там по рабочей визе там делаю грин-карту. Вы можете сказать, я не хочу сказать, что я когда бы то ни было это делал. Я никогда не делал и не стану. Но, в принципе, я говорю, вы можете прийти к кому-то. А представьте себе, сколько вокруг, вот, допустим, там, народу, связанных родственными связями, из таких стран, где вообще родственникам трудно отказать, вот там, типа Индии, например. И вот люди приходят и говорят, я плачу. Тебе плачу, там, налоги плачу, все, что надо плачу. Ты меня оформляешь, да? И я там, вот, глядишь, там, вот это, и пошло, и поехало. Я как-то раз ехал в такси, и там сидел какой-то парень из Египта, молодой, ну, я не знаю, там, лет 28. И мы с ним разговорились. Выяснилось, что он инженер-механик по образованию, и он находится в США по визе H-1B, по рабочей визе. Я говорю, а что ж ты такси водишь? И он раз, и заткнулся, и замолчал, вообще, слова больше не сказал. Почему? Значит, его какие-то люди привезли в США, так, по рабочей визе, делают ему грин-карту пока, как инженеру. Ну, чтобы он так не сидел, там, вот он такси водит, где-то там подрабатывает, закеш там, еще как-то, понимаете? То есть, кунаки там друг к другу подсобляют, вот, таким образом. То есть, это есть, конечно, и фиктивные браки, и такой, как бы, через employment, через naim. Да, конечно, все это есть. Я вижу иногда даже, вот, знаете, люди объявления вешают, рекламируются, что они вам готовы это сделать. Вот, но, ну, еще раз, мое, мое такое мнение, что, если уже ваши жизненные обстоятельства таковы, что вы на это идете, вы уж тогда хотя бы не подставляетесь. То есть, если вы идете на нарушения, не идите на нарушения, в которых вам помогают профессиональные проходимцы, жулики. Потому что в этом случае риск нарваться на что-то, он просто, ну, многократно, многократно увеличивает. Вот, я не хочу вам рассказывать истории, которые я знаю, потому что они грустные, и, в общем, что там говорить. И даже когда, вроде бы, люди договариваются по дружбе, вот, например, я знал одну девушку, она договорилась тут, была по work and travel, тут договорилась с мальчиком, что он на ней женится, и, в общем, за какую-то сумму там, пока она грин карту получит и все такое. А дальше получилось, что уже почти-почти у нее там подошло, ну, к получению грин карты, а у него мальчик, а у мальчика Любовь-Морковь, и он уже хочет действительно жениться вот там, где он хочет жениться, и он ей говорит, ты извини, говорит он, но жизнь так сложилась. И они с ней разводятся, и она уезжает из Америки. Что называется, не салон охлебавший. Вот, при том, что там не было вовлечено профессиональных жуликов, понимаете, в этом деле. Ну, просто вот люди как вот так, ну, по-простому делают. Но с малознакомым человеком много такого, очень много. Вот, но возможно, что вот в этом письме человек имел в виду, есть ли какие-то такие схемы, которые абсолютно легальны, но не очень известны. Но я начал с того, что все то, что легально, оно становится известным. Если оно работает, да, если можно там за деньги кому-то помочь, объяснить, проконсультировать, там бумажки составить и так далее, то адвокаты это все очень-очень рекламируют. То есть все, что легально, оно, ну, есть. И есть где почитать, и есть кому объяснить, и обсуждается на форумах, и есть люди, которые прошли этим путем и так далее. А все остальные пути, они не очень обсуждаются, и они не очень, как сказать, рекламируются. И, а если вы видите кого-то, кто как бы незнакомым людям предлагает, то это как бы, ну, я бы сказал, незаслуживающий доверия вариант. Вот так. А еще где-нибудь в газете напишут, там, брак, мы вам найдем, там, еще что-то. Это, конечно, я бы лично держался подальше. Я не знаю, я не могу никому советовать, я просто высказываю свое мнение на основании того жизненного опыта, который у меня есть. Вот мой опыт, мои наблюдения за этим, очень негативные. При всем при том, что я вас уверяю, что люди, у которых это проскочило, да, они просто не говорят ни о чем. Может быть, вокруг полно народу, которые так сделали, и у них проскочило. Но я не знаю об этом, потому что они молчат. А те, у которых не проскочило, и они жалуются, я, может быть, поэтому знаю много одних и совсем не знаю других. Понимаете? Дело такое. Поэтому вот такой мой ответ на вопрос о не сильно афишируемых путях получения статуса постоянного жителя Соединенных Штатов. Счастливо!